Продолжение следует... Изобретал он, конечно, не рулетку, а вечный двигатель. Собственно, поэтому механизм получился идеально сбалансированный, отполированный, четко работающий всегда. В совокупности с шариком идеально круглым и слоновой кости это все дает нам выпадение максимально случайного числа на рулетке. В казино существует два типа фишек. Так, бывают фишки номинальные, те на которых есть стоимость, и цветовые, которые обладают только цветом. Как вы думаете, какими мы играем на рулетке? Ну, вот такие ли? Совершенно верно. Почему? Объяснить очень просто. Например, делаем несколько ставок номинальными фишками. При выпадении этого числа очень трудно понять, где чья ставка. Но, если мы будем использовать цветовые фишки, при выпадении какого-то числа будет понятно, что победил владелец именно черных фишек. Итак, ну, про выплаты не буду, наверное, рассказывать. Про выплаты, как ставить ставки. Давайте разочек запустим. Вы сможете куда-нибудь нарезать. Ну, вы, на всякий случай, ставку просто поставьте. Итак, пожалуйста, делайте ваши ставки. Сколько хотите, куда хотите. Проверим вашу удачу. Итак, ставки сделаны, ставки больше не принимаются. 17, черная. Здесь у нас не сыграла, не сыграла. Здесь почти были очень рядом. И на черная ваша законная выплата. Один к одному. Пожалуйста, можете забрать свой выигрыш. И еще раз давайте запустим сразу. Пожалуйста, делайте ваши ставки. Итак, ставки сделаны. Ставки больше не принимаются. Три. Красная. Тоже были совсем рядом. Но, к сожалению, красная сыграла только красная. Можете забрать свой выигрыш и свою ставку. Здесь у нас крэпс. Но крэпс очень сложная игра. В нее мы не играем на экскурсиях. Так же, как и в покер. В покер игра очень долгая. Но в Блэк Джек можем с удовольствием поиграть. Пожалуйста, присаживайтесь. Знаете такую игру? Я думала, Блэк Джек это автомат. Блэк Джек это аналог старой русской игры, которая называется очко. Или 21. В конце я также объясню для десяток. Потому что все картинки это десятки. И 10 очков это также десятки. Я бы порекомендовал вам остановиться. 18 неплохое количество очков. При условии еще то, что у меня здесь семерка. Так, а если у меня выпадет картинка, сразу будет туз, будут единицы же, да? Да, конечно. Да, вы можете взять карту, да, если хотите. Ну хорошо, ладно, я остановлюсь. Достаточно, карты не трогаем. Это правило. Карты вы не трогаете. И ставки тоже. У вас 17. Я уже начал волноваться. Так, сейчас. Фокусы с картами. Ну, вы наверняка знаете, что необходимо делать, когда фокусник стесняется показывать фокус. Шучу. Когда фокусник раскрывает перед вами веер. Вытаскиваем. Совершенно верно. Пожалуйста. Ваша карта. Смотрите, всем показывайте. Мне не показывайте. Все, все посмотрели. Теперь я буду пролистывать. Вставляйте в любое место. Так. Еще чуть, у нас все получится. Все, спасибо. Ну, можно я подсниму пару раз. Я думаю, любому фокуснику можно подснять свою колоду. Самый простой способ найти вашу карту. Я думаю, что в колоде были только тройки. Я думаю, что что не вытащишь, все будет тройка. Итак, пробуем еще раз. Половинку подснимайте, кладите, карту берите. Смотрите, всем показывать. Кладите сверху, накрывайте второй половинкой. Теперь, если у вас есть магические способности, то получается, вы уже сделали фокус. Мне для этого даже ничего не надо. Мне для этого нужен только один палец. Обалдеть. Да? Круто? Да. Спасибо. Спасибо. А фотки удалось тебе? Просто думаю, вот, я помню, что у нас правда, где даже в магазинах стояли, автоматы нет. Я помню, что только в этом, когда-то или театр, или театр. Казино. Вот, например, казино на втором этаже, вот я работала, на втором этаже, казино, а на втором этаже, автоматы. У нас, у нас в городе, у нас в городе, например, в каждом публичном месте стоял столб из пятерок, когда фруктируют головные, да. Потом, игровые автоматы у нас были на каждом районе по 5-м, ну, то есть, как, был магазинчик, магазин на крыльях, от каждого, и игровые. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА